Итак, ромбический привод Рольфа Мейера, придуманный в недрах компании Philips в 1953 году. Механизм для согласованного перемещения рабочего поршня, поршня-вытеснителя, со сдвигом по фазе в 90 градусов и для превращения возвратно-поступательных движений поршней во вращательное движение вала отбора мощности. Привод Мейера довольно сложен и состоит из, собственно, самих поршней, из штоков, из двух зубчатых колес, четырех шатунов, двух траверс, которые соединяют шатуны и сквозь которые проходят штоки поршней. Благодаря такому обилию деталей привод Мейера просто идеален для показа возможностей инвентора по моделированию сложной кинематики. Данный урок чисто учебный, демонстрационный, импровизационный. Пифагор нам в помощь. Любой проект я начинаю с главного эскиза, который позволяет определять базовые размеры, которые используются при создании практически всех деталей проекта в дальнейшем. Вот и на этом эскизе встроен геометрию привода, исходя из того, что главным размером является величина хода поршня, в данном случае равная длине отрезка BD или H 60 мм. Привод Мейера симметричен и допускает множество вариантов исполнения. Но главным при выборе является компактность и, как ни забавная, работоспособность. Например, траверса в нижней мертвой точке не должна задевать шестерню. Я подбирал размеры произвольно, но в соответствии с практикой. А вот и старина Пифагор с его прямоугольными треугольниками ABC, ADC с гипотенузами L плюс R и L минус R. L – длина шатуна, R – радиус кривошипа. Наша задача точно определить длину L и R. Да-да, старый добрый квадрат гипотенузы. Здесь всё как в аптеке. Точно. Вы можете остановить запись, посмотреть, убедиться. Несложная системка из двух уравнений. И в результате мы получаем точное значение. И длины шатуна L и радиуса кривошипа R. Всё-таки Пифагор не зря носил штаны. И мы их с удовольствием донашиваем. Первым делом создадим как бы картер. Весь картер нам не нужен. Нам нужны посадочные места для шестерён. Цели смоделировать весь двигатель внешнего сгорания типа стерлинг с его регенераторами, нагревателями, ладильниками я себе не ставил. Да и вам не советую. Затянет на всю жизнь. Жиль у нас одна. И в ней кроме стерлингов есть ещё стерлинги, тугорики, монаты, монатки. При создании детали картер я беззатенчиво использую файл главного эскиза. Копирую из него эскиз, вставляю его в плоскости XY уже файла детали картер. И попросту потрошу его, удаляя всё ненужное, оставляя необходимое. Строго говоря, деталь картер имеет очень мало общего с реальным картером двигателя стерлинг. Но она нужна для привязки остальных деталей будущей сборки. И ещё более строго говоря, она и для сборки не так уж нужна. Но вот для моей психологии важна и очень. Я с ней буду чувствовать устойчивость всей виртуальной конструкции, а без неё всё как будто висит в пустоте. Далее я сделаю две совершенно одинаковые заготовки шестерён. Это будет своего рода эксперимент, потому что мой лицензионный инвентар с шестернями, созданными копированием, работает как-то странно. Комментировать процесс создания заготовки шестерни я не буду, чтобы никого не оскорблять элементарщиной. После прекрасных профессиональных видеокурсов по инвентар от студии Vertex, мои манипуляции уж слишком очевидны. По тем же самым причинам я не буду показывать процесс создания заготовки второй шестерни. В конце концов, цель моей импровизации не в моделировании, а в демонстрации возможностей инвентар заменить изобретателю, ну и инженеру натурное испытание, стенды, железяки. Теперь делаем файл сборки. Вставляем в него деталь-картер. Применяем зависимость совмещения к началу координат детали и сборки. Нужно ещё не забыть сделать деталь-картер базовой деталью, чтобы она была незыблема, как скала, и всё крутилось вокруг неё. Сейчас я буду дико нервничать. Может быть я что-то делаю не так, но у меня создание зубчатой передачи почему-то сильно отличается от того процесса, который показан в видеоуроке. В видеоуроке зубчатое колесо органично объединяется с валом, составляя с ним единое целое. У меня же зубчатое колесо ни в какую не хочет объединяться с заготовкой для шестерни. Приходится беззастенчиво хитрить, объединяя операцией жёсткого связывания, саму шестерню и заготовку для неё. Нам же нужно создать два синхронно работающих кривошипа, а привязать палец кривошипа непосредственно к зубчатому колесу я так и не смог. По глупости, по незнанию или ещё почему. Поэтому буду привязывать кривошипы к заготовкам шестерён, а не к самим шестерёнкам. Пока я жаловался на судьбину, как вы могли заметить, две заготовки шестерён посредством операции вращательного соединения вставлены в деталь-картер. Останавливая видео, можно детально уяснить то, что я не прокомментировал подробно. Переходим на вкладку «Проектирование» и создаём зубчатое цилиндрическое зацепление с передаточным числом 1. Выбираем параметры. Я их перебрал очень много, остановился на этих. Вкладку «Расчёт» я вообще не использовал, поскольку прочностные характеристики на данный момент несущественны. Выбрал цилиндрические грани и начальные поверхности заготовок шестерён, определил ширину шестерён, согласился, нажал «Окей», получил прекрасные шестерни, полюбовался, восхитился, сохранил. Да и есть чем восхититься. Кто-то, может быть, ещё помнит, как строят эвольвенты, рассчитывают модули. А я уже начинаю подзабывать это, как страшный сон. Сейчас операцией жесткого соединения связываем шестерни с их заготовками. Тут есть ряд наихитрейших хитростей, которым хорошо бы посвятить отдельный урок. Но я, пожалуй, не рискну становиться в учительскую позу там, где я сам не очень разбираюсь. Виртуальные зубчатые колёса реально обкатывают друг друга. Картина маслом. Теперь возьмёмся за кривошип, а точнее за два. Создаём эскиз основания пальца кривошипа на заготовке первой шестерни. Цифры берём из главного эскиза. К нему всегда можно вернуться, посмотреть. А сейчас внимание! Как раз при помощи операции проецирования геометрии мы преодолеем одну из нехитрейших хитростей. Можно и карандашиком на бумаге поделить 360 градусов на 28 зубьев, разделить на 2 и ещё раз на 2. Получим то же самое число. Запомним 6.43. Выдавливаем основание пальца кривошипа на величину 2 мм и создаём сам палец диаметром 16 и выдавливаем его на величину также 16. И диаметр пальца, и глубина выдавливания его не критичны. Важно только, чтобы они соответствовали размерам будущего шатуна. Вот удержаться и не покрутить, увы, я не могу. Это ж бальзам на изобретательную душу. Сейчас активируем опять основание пальца кривошипа первой заготовки шестерни, копируем его, аккуратно деактивируем, закрываем и переходим к заготовке второй шестерни. Вставляем эскиз и замечаем, что он нуждается в повороте на некоторый угол. Догадываемся на какой, но подтверждаем догадку измерением. И действительно, получаем те же самые 6.43. Удивительно. Торжество разума над человеком. Вычитаем 6.43 из 180 и поворачиваем эскиз на получившийся угол. А получилось 173,57. Тем самым мы учли привязку эскиза с учётом поворота на угол зуба шестерни. Далее выдавливаем основание кривошипа и сам кривошип с теми самыми величинами, что и у первого кривошипа. По окончании этих хитроумных операций нужно будет визуально убедиться в том, что они достигли цели. Для этого мы перейдём в каркасный режим и посмотрим сбоку, совместятся ли пальцы обоих кривошипов. Убеждаемся, что пальцы действительно совпадают. Более того, на фронтальном виде убеждаемся в полном совпадении и превращении. Синхронность достигается стопроцентная. Приступим к созданию и вставке остальных деталей. Сначала траверса. Деталь достаточно простая. Долго о ней говорить не будем. Размеры все видны. Три простеньких эскизика. Теперь на основании размеров из главного эскиза сделаем шатун. Диаметры отверстий и глубина выдавливания согласованы с размерами траверсы и кривошипа. Внимание! Прежде чем устанавливать шатуны на кривошипы, присвоим заготовкам шестерён свойство базовый. Это помогает избежать многих глюков, связанных с непроизвольными движениями. Далее нужно вставить шатуны, соответствующим образом их сориентировать, выбирая нужные оси. Да ещё и не запутаться с этим выбором. Затем начинается полоса проб и ошибок. При выборе зависимости типов соединений ошибок избежать невозможно. На данный момент это процесс творческий, неформальный. Дело не сводится к механическому выбору совпадений плоскостей, осей. Может быть я чего-то не знаю. Но мои попытки придерживаться строгой иерархии связей всегда оканчивались неудачей. Иногда приходится разрушать уже вроде бы отработанные цепочки связей. Но не это важно. Важно то, что при творческом подходе инвентар даёт нам возможность получить сложные интерактивные кинематические цепочки и увидеть реально действующий механизм задолго до его воплощения в металле. Думаю, что объяснять экономические выгоды смысла нет. У нас, изобретателей, в голове вечно какие-нибудь механизмы. Вечно что-то крутится-вертится. Но посмотреть, реально посмотреть, поможет только инвентар или подобной программой. Могу откровенно сказать, что кинематика данного привода Рольфа Мейера далеко не самое сложное, что я сделал в последнее время. После случайного, но ужасно удачного знакомства со студией Vertex и их видеокурсов у меня словно появился собственный экспериментальный цех с оборудованием, с персоналом и источником финансирования. А главное, и я не устану это повторять, студия Vertex сэкономила мне годы жизни. Между тем, ромбический привод начинает действовать, и мы можем посмотреть, это реально. Осталось затащить штоки, жестко привязать их к траверсам. Детально все действия я не комментирую, это не урок по моделированию, я не могу конкурировать с материалами студии Vertex. Да и не хочу, но если вы захотите подробно посмотреть, то вы можете останавливаться на определенных этапах и подробно все рассмотреть. Я не пропустил практически ничего. Вставляем короткий шток, рабочий поршень, поршень-вытеснитель. Нет, это даже не картина маслом, это тончайшая пастель, это дега, это, так сказать, отражение всех нюансов изобретательской души. И созерцать их нужно в глубокой, сосредоточенной тишине. Субтитры создавал DimaTorzok